Иное измерение русской культуры Михаил Васильевич Ломоносов Разговор с анакреонтом Читает Евгений Бразов-Грушковский Анакреонт, вода первая Мне петь было о трое, о кадме мне бы петь, Да гусли мне в покое любовь велят звенеть. Я гусли со струнами вчера переменил И славными делами алкида возносил, Да гусли поневоле любовь мне петь велят. У вас герои боли, прощайте, не хотят. Ломоносова ответ Мне петь было о нежной анакреонт любви. Я чувствовал жар прежний в согревшейся крови. Я бегать стал перстами под тоненьким струнам И сладкими словами последовать стопам. Мне струны поневоле звучат геройский шум. Не возмущайте боли любовны мысли ум. Хоть нежности сердечной в любви я не лишен, Героев славы вечной я больше восхищен. Анакреонт Ода двадцать вторая Когда бы нам, возможно, жизнь было продолжить, То стал бы я не ложно сокровища копить, Чтоб смерть в мою годину, взяв деньги, отошла И за откуп кончину отсрочив жить дала. Когда же я-то знаю, что жить положен срок, На что крушусь, вздыхаю, Что мзды скопить не мог? Не лучше ли без терзания с приятелями гулять И нежного вздыхания к любезной посылать? Ломоносова ответ Анакреонт Ты, верно, великий философ. Ты делом равномерно своих держался слов. Ты жил по тем законам, которые писал, Смеялся за бабоном, Ты петь любил, плясал. Хоть вечность ты глубоку не чаял больше быть, Но славой после року Ты мог до нас дожить. Возьмите прочь Синеку, Он правила сложил не в силу человеку, И кто по он им жил? Анакреонт Ода одиннадцатая Мне девушки сказали, Ты дожил старых лет, И зеркало мне дали, Смотри, ты лыс и сед. Я не тужу, не мало, Еще ль мой волос цел, И ль темя гладко стало, И весь я побелел. Лишь в том могу божиться, Что должен старичок Тем больше веселиться, Чем ближе видит рок. Ломоносова ответ От зеркала сюда взгляни, Анакреон, И слушай, Что ворчит, Нахмурившись, Коттон. Какую вижу я Седую обезьяну? Не злось ли адское Такой оставя шум От ревности На смех склонит Мой хочет ум? Однако я за Рим, За вольность Твердо стану, Мечтаниями я Такими не смущусь, И сим от кесаря Кинжалом свовожусь. Анакреонт, Ты был роскошен, Весел, сладок, Коттон старался Ввесть в республику порядок, Ты век в забавах жил И взял свое с собой, Его угрюмством в Рим Не возвращен покой. Ты жизнь употреблял, Как временно утеху, Он жизнь пренебрегал К республике успеху. Зерном твой отнял дух Приятный виноград, Ножом он сам себе Был смертный супостат. Беззлобна роскошь В том была тебе причина, Упрямка славная Была ему судьбина. Несходство чудный вдруг И сходство, Понял я, Умнее кто из вас, Другой будь в том судья. Анакрионт, Ода двадцать восьмая Мастера в живописстве первой, Первой в родской стороне, Мастер научен Минервой, Напиши любезну мне, Напиши ей кудри черные, Без искусных рук, Уборные, С благовониям духов, Буде способ есть таков. Дай из роса в лице ей крови, И как снег представь белу, Проведи дугами брови По высокому челу, Не сведи одну с другою, Не расставь их меж собою, Сделай хитростью своей, Как у девушки моей. Цвет в очах ее небесный Как Минервин покажи, И Венерин взор прелестный С тихим пламенем вложи, Чтоб уста без слов вещали И приятством привлекали, И чтоб их безгласна речь Показалась медом течь. Всех приятностей и затеи В подбородке умести, И кругом прекрасной шеи Дай лилеем расцвести, В коих нежности дыхают, В коих прелести играют, И по множеству отрад Водит усумненный взгляд. Надевай же платье, И не чись всю грудь закрыть, Чтоб я, увидев мало, И, опрочем, рассудить. Коль изображенье точно, Вижу здесь тебя заочно, Вижу здесь тебя, мой свет, Молвишь, дорогой портрет. Ломоносова ответ. Ты счастлив сею красотою И мастерством, Монокрион. Но счастливее ты собою Через приятный лиры звон. Тебе я ныне подражаю И живописца избираю, Дабы почился написать Мою возлюбленную мать. О, мастер в живописстве первый, Ты первый в нашей стороне Достоин быть рожден Минервой. Изобрази Россию мне. Изобрази ей возраст зрелый И вид в довольствии веселый, От рады ясность почелу И вознесенную главу. Почись представить члены здравы, Как должны у богини быть, По плечам волосы кудрявы, При знаком бодрости завить. Огонь не вложи В небесные очи Горящих звезд в середине ночи И брови выведи дугой, Что кажет после туч Покой. Возвысь Сосцы млеком обильны, И чтоб созревшая красота Являла мышцы, Руки сильные И полны живости уста. В беседе важность обещали, И как бы слух наш ободряли, Как чистый голос лебедей, Коль можно Хитростью твоей. Одень, Одень ее в порфиру, Дай скипетр, Возложи венец, Как должно ей законы миру И распрям предписать конец. О, Коль изображенье Сходно, Красно, Любезно, Благородно, Великая промолви мать, И повели Войнам Пристать. Предположительно, 1747 год. Комментарии Арсения Ивановича Веденского Разговор с анакреунтом Не был напечатан при жизни Ломоносова И появился в российском парнасе, Изданном в Санкт-Петербурге В 1771 году, А потом в издании Дамаскина. Но он ходил прежде В рукописях В тогдашнем обществе. В своих записках Порошин рассказывает, Что в 1764 году Он читал его великому князю Павлу Петровичу, Которому разговор Очень понравился. Обращение в конце К императрия К императрице К императрице Елисавете Возможно, Со словами И повели Войнам Пристать Дает академику Пекарскому Повод думать, Что стихотворение написано, Когда Цитирую Императрица Елисавета Намеревалась оказать Вооруженное содействие Австрии, То есть В 1747 году. Но в академическом Издании Сухомлинова Оно не вошло До самого 1751 года. Читано по изданию Сочинение Михаила Васильевича Ломоносова В стихах Под редакцией Арсения Ивановича Беденского Санкт-Петербург Издание Маркса 1893 года Продолжение следует...